Путь знамени Победы пролегал и через эту многострадальную севастопольскую землю. Мария Карповна Байда вспоминает. Когда я там бываю, ну просто экскурсию, когда туда провожу, и рассказываю, что вот где сплошной красный маг, это вот сколько было крови. Это не просто так выдумано, сказано, это все пережито. Через это окровариванное поле я проходила сама с сумкой. 250 героических дней и ночей обороняли город-защитники Севастополя. Среди них была и 20-летняя медицинская сестра Маша Байда. Их бомбили беспрерывно. Земля дрожала от взрывов. Здесь проходил последний рубеж обороны. Был жестокий бой. В том бою Маша была и сестрой милосердия, и солдат. Под огнем врага она перевязывала раненых и с автоматом в руках отбивала атаки фашистов. За этот бой Маша Байда получила звание Героя Советского Союза. Тяжело раненая, без сознания, она попала в плен. Но и там, в фашистском застенке, она продолжала бороться. Бежала из концлагеря, сражалась в европейском сопротивлении. Сегодня у Марии Карповны Байды прекрасная должность. Во дворце бракосочетаний она встречает молодых людей в самой торжественной, в самой счастливой для них день. Кто знает, может быть, среди молодоженов есть дети и внуки тех, кого она вынесла когда-то с поля боя. Теперь в доме Марии Карповны война кажется совсем далекой, нездешней, даже никогда не бывшей. Какой же невероятной ценой досталось ей, матери и жене, это тепло мирной жизни. И она больше всех хочет, чтобы мир и покой поселились в доме навсегда. Каждый год наступает этот необыкновенный праздник. Девятое мая. День Победы. В этот радостный и скорбный, торжественный и величественный день они собираются вместе, защитники Севастополя. Еще и сегодня солдатам снятся солдатские сны. Еще и сегодня болят военные раны. Всем, что нам дорого на свете, собственной жизнью, мы обязаны им. Нет большего счастья, чем мир на земле, чем сознание выполненного долга. Это истина. Так считают все. Редактор субтитров А.Семкин